Утром 4 января к мужу Алексеевой, Вильямсу, пришел знакомый. Вслед за гостем в квартиру ворвалось 7 человек. Обыск проводил советник юстиции Смирнов. Обыскивающие не теряли времени на поиски и уверенно подходили к шкафам и столам, где лежали интересующие их бумаги. Изымали сам издат и там издат, материалы группы содействия, вплоть до чистых бланков, письма политзаключенных и их родственников. Хроника текущих событий 44. Здравствуйте, программа «Параллели события. Люди» в эфире «Голоса Америки» и Нателла Болтянская. Итак, Вильнюс, средняя школа, а в ней натуральные гоголевские ревизоры – Людмила Алексеева и Томас Венцела. В это время раздается телефонный звонок за очередь к телефону. Он возвращается обратно. Морда у него зеленая и его шатает. Министр уже позвонил куда-то и разобрался, кто к нему приходил. И говорит, заучу срочно этих самозванцев. Я поняла, что сейчас буду убить. Поэтому я встаю так величественно и говорю, Томас, ну, пожалуй, мы уже выяснили все, что нам надо. Благодарим вас. Всего доброго. Как только за нами закрылась дверь, мы взялись за руки и побежали, чтобы нас не догнали. Вот. На пути Томас говорит, к нам едет ревизор, к нам едет ревизор. Это надо обмыть. Приехал в Москву, я написала два документа. Один об исключении этих мальчиков. Другой незаконный, абсолютно без суда и следствия, выслуги двух епископов. Когда мамишка был в десятом классе, это значит, в шестьдесят девятом году, мой младший сын, он как-то один раз сказал, мам, вот ты антисоветчица. Я говорю, ничего подобного. Я правозащитница. Я требую от власти, чтобы она уважала, соблюдала права человека и человеческое достоинство своих граждан. Да, мам, но если советская власть будет соблюдать права человека, она же рухнет. Это ее проблема. Я не собираюсь ее рухать. От той власти, которая есть здесь и сейчас, правозащитник должен требовать, чтобы она соблюдала права своих граждан, все международные договоры, конституцию и так далее. Ничего незаконного. Если оппозиционеры собираются свергать эту власть, я не могу сказать, что я испытываю к ней горячую любовь. Но сама я в этом не участвую. Мне некогда, потому что защищать права человека очень большая каждодневная работа. Чем хуже власть, тем труднее это делать и тем больше необходима работа правозащитников. Когда меня упрекают в этом, с меня как с гуся вода. Я знаю, что я не коллаборационист. Своими убеждениями я не торгую. Я говорю, господин президент, этот ваш поступок, это ваше решение против духа и буквы нашей конституции, которой вы обещали быть гарантом. Но Вильнюс был, можно сказать, командировкой. Рабочие будни бывали разные. Я, надо сказать, элементарные правила осторожности все-таки соблюдала. Ни разу, ни разу ни одного экземпляр хроники я не печатала дома, зная, что могут прийти. Я все время выбирала каких-нибудь кошерных знакомых, которые, с одной стороны, были единомышленники, таких было очень много, но сами писем не подписывали, перед судами не болтались, не были засвечены. Я иногда не успевала допечатать. Оставляла, что я приду на следующий день допечатаю. И говорила, если к вам придут и обнаружат, то говорите, что эту сумку оставил у нас Люда Алексеева. Вы, как приличные люди, в ее сумке не рылись. И чего там, вы не знаете. Когда я следующий день приходила допечатывать, я видела, что и у хозяина, и у хозяйки синие круги под глазами. Они, бедные, не спали и выглядели очень несчастными. До тех пор, пока я не подружилась с Надеждой Марковной Илановской. Матерью жены Толи Капсона, Майи Илановской, Надежды Марковны Илановской, ее муж, они отсидели какие-то астрономические сроки. И когда они были реабилитированы, они получили квартиру. Это были люди, абсолютно лишенные страха. Вот я к ним принесла эту подборку хроники. И дальше, да приходи, печатай, когда хочешь. Она спала спокойно. Когда я поднялась домой, следом за мной звонок. Оказывается, они сидели там где-то в засаде. Я говорю, ордер. Показывает ордер, увы. Ну, говорю, заходите. Они брали каждую книжку, трясли, но мы ставили ее на место. Вы понимаете, они оставляли в нормальном состоянии квартиру. Несколько обыска у меня были. Каждый раз никакого вернул, ничего не было. Никого пух пели, они летали. Ерунда. Это абсолютная. Но понимаете, когда чужие руки берут, что-то немножко не так. И никто не замечает. В 1977 году она была вынуждена уехать из страны. В США была представителем московской хельсинской группы, делала различную аналитику. Мне позвонили из научного отдела американских профсоюзов АФЛСО. Сказали, вот нам нужно выяснить, в каких лагерях производят какую продукцию в Советском Союзе. Потому что в Америке есть закон, что они не имеют права покупать продукцию, изготовленную с применением рабского труда. В лагерях рабский труд. Если хотя бы одна древесина валится в лагере, лес не покупают. Я дала объявление в русскоязычные газеты в трех странах. В этих трех странах была русская миграция. И просила, значит, рассказать, если они были в лагере, то где этот лагерь, номер лагеря, годы, когда они были, какую продукцию производили. И объяснила для чего. Что вот профсоюзы говорили, что выяснив, что производят в лагерях, они пробьют через Конгресс запрет на покупку этой продукции для Америки. Продукция была самая разнообразная. Там были, например, матрешки. Но, конечно, не все лагеря я хватила, не всю продукцию, но текст, значит, об условиях труда в лагере. Но это я уже писала, исходя из того знания, которое у меня было благодаря самоснату и тому, что поступала в хроники текущих событий, московскую хельсинскую группу и так далее. В 1993-м Людмила Алексеева вернулась. С 1996-го возглавляет московскую хельсинскую группу. Продолжает заниматься правами человека. Один раз в Новый год в костюме Снегурочки была задержана. А я, знаете, даже термобелье одел для того, чтобы не замерзнуть в легком снегурочном прикиде. Две минуты, в лучшем случае, пробовала. Сзади подошли два мордоборота. Они вот так вот меня подвиги ударили, так что я назад... У них такой прием есть, так что я устала падать. Ну, хорошо, меня подобрали. И посадили в автозак. Достала мобильный телефон и позвонила в Интерфакс. На Триумфальной задержали бабушку в костюме Снегурочки. Ну, и это сразу пошло в эфир. И это услышал уполномоченный правому человека Владимир Петрович Лукин. Он тут же поднял трубку и позвонил Колокольцеву. И говорит, вы представляете себе, что это международный скандал, эту бабушку задержать? Ни в коем случае ее в камеру не подумайте сунуть, а пригласите ее к себе, напоите чаем с конфетами и отпустите домой. Они набили весь автозак и везут. А тут, значит, Колокольцев, где Алексеева, где Алексеева, открывается дверь автозак, где-то он останавливается, открывается дверь. Он говорит, Алексеева здесь. Я говорю, я, Алексеева. Выходите, вы свободны. Я говорю, не пойду, я только со всеми вместе. Ну, все выходите. Все выходят. Я думаю, всех освобождают. Я выхожу последняя, такая гордая. А их, оказывается, в камеру повели. А меня одну говорят, а вы садитесь. Вот тут машина. Вас привезут Колокольцеву. Колокольцев хочет вас видеть. Я хотела сказать, нет, я пойду со всеми вместе в камеру. А потом подумал, не буду идиоткой. Пойду Колокольцеву, буду ругаться, чтобы всех отпустили. Привезут меня в Тверское отделение, что очень трогательно. Это ближайшее к Пушкинской площади отделение, то самое, куда привезли Алика Вольпина и всех остальных, демонстрации 5 декабря 65-го года. Захожу я, сидит Колокольцев. Людмила Михайловна, садитесь, пожалуйста. Вот чай, вот конфетки. Я села, говорю, не хочу я вашего чая. Вот арестовали людей, вы понимаете? Нет, нет, Людмила Михайловна, пожалуйста, успокойтесь. Вы можете уходить. Я говорю, я никуда не уйду, пока не освободят всех, кого арестовали вместе со мной. В это время туда врывается Кригер ОНК. И еще два адвоката. А тут я вижу, что в Колокольцев глазах паника. Потому что новогодняя ночь. Я уверена, где-то его там ждут с пирогами, с водочкой, с коньячком. А тут сидит эта вредная бабка. Причем, как объяснил ему, уполномоченный меня в следственность спустить нельзя. Это будет международный скандал. Что же мы сидеть со мной, Новый год встречать? Я предусмотрительная женщина. Я стол накрыла. И охраннику оставила ключи и сказала, если по очищанию гости придут раньше меня, то дадите им ключи, пускай идут, пьют, гуляют. Поэтому я была спокойна, что я никому не испортил Новый год. Все пьют, гуляют. А я посижу с Колокольцевым, пускай. Он берет телефонную трубку и говорит дежурным по городу, оформляйте всех в ускоренном порядке и отпускайте. В 9 часов раздается телефонный звонок от дежурного. Тот докладывает, всех освободили. Я Колокольцеву говорю, Людмила Михайловна, всех освободили. А Кригор говорит, нет. Мне звонят еще из Хамомческого, там 9 человек, в Красносельском 5, нет, еще не всех освободили. Я говорю, ну, видите, Владимир Александрович, ваши подчиненные вас обманывают. Он опять берет трубку и, значит, звонит в это Красносельческое отделение и говорит, освобождайте. Мы, говорит, их освободили, а они говорят, мы сейчас будем заявление писать на незаконное задержание. А он говорит, под руки выводите во двор. Вот. Короче говоря, в начале 11-го Криллер говорит, вот теперь всех освободили. Я говорю, вот теперь всех. Между прочим, вот чай, конфеты я не пила. Людмила Алексеева, автор книг «Поколение оттепели», заключительный акт совместно с Полом Голдбергом, этапы инакомыслия. Я не диссидентка, я соглашатель по натуре. Мне всегда легче согласиться, чем спорить, отказывать. Но для того, чтобы делать меня диссиденткой, нужна была советская власть. Они всюду лезли. Что ты читаешь, с кем ты дружишь, что ты говоришь. Ее можно встретить на знаковых судебных процессах в зрительном зале. Это была программа «Параллели события. Люди» в эфире «Голоса Америки» и Нателла Болтянская. Субтитры создавал DimaTorzok